Уже 16 лет это здание пустует. Изначально его возводили для детского спортивного комплекса. Были проведены все коммуникации, но у собственника строения по неизвестным причинам тогда изменились планы. Здание пытаются продать, но нового хозяина найти не получается. Сегодня заброшка является местом встречи маленьких детей и подростков. Каждый день летними вечерами дети, подростки приходят с чипсами, с газировкой, после себя оставляют бутылки, фантики, пачки из-под чипсов, ну и также вот проблема по зданию. Они приходят в это здание, там играют, тащат туда строительный мусор. Решить проблему жители двора пытаются уже 5 лет. Обращались в администрацию района и управляющую компанию. Очень бы хотелось, чтобы городские власти обратили внимание на то, что среди, можно сказать, центра города, уже теперь мы, практически центр города, жилого микрорайона находится, я даже не знаю, как вот это вот назвать, сооружение, которое притягивает детей со всего города к нам. Сотрудники администрации выезжали на место постройки, осмотрели здание и признали, что его техническое состояние оставляет желать лучшего. При этом попасть в него на тот момент было невозможно. Все окна и двери закрыты. Работ по завершению строительства и благоустройства территории по улице Попова 131 не планируется, так как строение выставлено на продажу. Владельцем является компания «Холидей». Администрации района направлялись уведомления о необходимости приведения указанного здания в надлежащее состояние. Однако сейчас проникнуть в это здание можно без труда. В стене образовалась огромная дыра, которая так и манит сюда молодежь. Внутри заброшенного здания полное раздолье для посиделок молодежи. Здесь они полностью скрыты от посторонних глаз. Судя по количеству мусора, вечеринки здесь дело постоянное. Передвигаться по заброшке нужно очень осторожно, так как ненароком можно наступить на что-то неприятное. Мы приехали на место спустя неделю и убедились, что после наших обращений в администрацию здание по-прежнему находится в плачевном состоянии. Вход в него не заблокирован, хотя кое-что чиновники предприняли. В районный отдел полиции направили письмо с просьбой осматривать эту территорию и выгонять из здания молодежь, по возможности привлекая ее к ответственности. Однако сотрудников паструльно-постовой службы здесь видят редко. И кажется, у жителей этих домов есть единственная возможность избавиться от нечистоплотного соседа. Дождаться, когда у здания появится новый хозяин. Но произойдет это, вероятно, не скоро, ведь продать его пытаются уже много лет. Виктория Лущик, Андрей Печоркин, Илья Халяпин. День с толком.